Новая пожарная часть, третья по счёту, появится в Чертковском районе до конца года. На обустройство выделено почти 73 миллиона рублей. А построить её попросил житель хутора Нагибина, ведь рядом ещё несколько посёлков со школами, детсадами и ФАПом. У нас рядом проходит трасса М4. В прошлом году, в начале лет, у нас горела хуровая трасса. Знаете, пожарники приехали нормально, вовремя. Ну, они просто походятся больше, чем 36 километров. А время и акции – это чья-то жизнь, можно сказать, так? Да, всё правильно. До 15 марта будет заключён договор на подставку модульного здания, докладывает глава департамента по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Затем получение лицензии, наборы обучения личного состава и в итоге огнеборцы заступят на дежурство в декабре. Ещё две новые пожарные части в этом году начнут работать в Заветинском и Шолоховском районах, а дальше больше. Начиная с 25-го года, не менее пяти пожарных частей в год делать, то в 25-м минимум пять, а потом по ситуации будем смотреть. Жительница Обливской попросила губернатора обновить районную библиотеку. Одноэтажное здание построено в 1965-м и с тех пор не ремонтировалось. Нужно менять кровлю и коммуникации, благоустроить территорию вокруг. Нет доступа для малопоминных групп населения. И, Василий Юрьевич, обращаюсь к вам, как от себя, как и от имени всех читателей нашего района, с просьбой в оказании содействия в проведении капитального ремонта. Капремонт стоимостью 18,5 миллионов рублей сделают до конца года. Почти 40 миллионов рублей выделено на обновление школы в хуторе Поповка Верхнедонского района, в которой учатся 58 детей. Здание 70-х годов постройки изношено на 80%. Контракт на ремонт уже заключен, завершить работы планируется летом, чтобы открыться 1 сентября. Хорошие новости и для жителей двух хуторов Шолоховского района. До конца 2025-го отремонтируют водопровод в Кабызевском и Колундаевском. Замгубернатор отметил, что проект уже готов на ремонт 17 и строительство новых 8,5 километров сетей. Я прошу министерства, министра прошу, главу района, но только под личным сопровождением, достаточно большие населенные пункты. В первом, в Колундаевской, проживает 398 домовладений есть, значит, и в Кабызевске 226, 101 домовладения. А по обращению жителей Веселовского района в этом году обновится подъездная дорога к хутору Процикову. Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.